Декада литературы, искусства и науки карачаевского народа открылась в Государственной национальной библиотеке имени Халимат Байрамуковой. В этом году она была посвящена столетию со дня рождения первого карачаевского профессионального литературоведа ученого-члена Союза писателей СССР Осиад Караевой. На вечере памяти побывала шерифат Лепшокова. К нынешней декаде сотрудники библиотеки готовились за годя. В преддверии начала мероприятия они ознакомили собравшихся с выставкой, на которой представили книги более 180 карачаевских авторов. Там же кандидат филологических наук Фатима Мамчуева рассказал об истории развития карачаевской литературы, начиная с послереволюционных лет. Когда властвовал фольклор с его упором на поэзию, со стихами и поэмами Аспута Качкарова, Исмаева Семенова-Джирчей. А уже в 30-х публикуются стихи Иссы Каракотова, начиная свой творческий путь Усма Хубиев и Халимат Байрамукова. Будущие классики карачаевской литературы. В том числе и их творчество исследовала основоположник карачаевского литературоведения, критик и ученый Асиат Караева, чье столетие отмечали на открытии декады. На мероприятие были приглашены представители исполнительной власти, науки, общественных организаций. Присутствовавшие отмечали ее заслугу в создании письменной истории не только родной литературы, а в большей степени и культуры в целом. Осмысление ученым, творчество ведущих писателей, определивших путь и становление карачаевской литературы. Асиат Исмаиловна – автор целого ряда проблемных исследований, посвященных актуальным темам многонациональной литературы, среди которых такие монографии, как «О военной прозе в карачаевской литературе», «Обретение художественности». Она ввела в научный оборот карачаевскую литературу, что сделало ее имя широко известным далеко за пределами нашей республики. Во время своей работы заместителем директора НИИ по научной работе Асиат Караева способствовала изданию этнографических очерков, словарей на языках народов Карачаева-Черкесии, учебников и хрестоматии по истории карачаевской литературы. Благодаря ее личному ходатайству в Комитет по науке и технике многие карачаевские ученые были направлены в различные институты страны, что было очень непросто для представителей репрессированного народа. Широко известная деятельность супруга Асиат Исмаиловны. Пасхнук Араев входил в состав первой делегации, отправившейся в Москву с просьбой о реабилитации карачаевцев. Дочери Зухра и Лейла известны в республике ученые. Они также присутствовали на мероприятии. Есть семьи, есть такие личности, судьба которых совпадает с судьбой времени, с судьбой того государства, в котором они проживают. Вот это была такая семья и это была такая судьба. Ничего их не миновало. И раскулачивание, и 37-й год, и война, и поселение, и возвращение. И после возвращенческое время, которое было совсем непростым, везде и повсюду Асиат Исмаиловна, она проявляла свой характер, свою принципиальность жесточайшую, свою храбрость. В стенах библиотеки с концертной программой выступил и фольклорный ансамбль из Карачаевска «Алибек», в котором бережно сохраняют старинные традиции карачаевского пения. Шерифат Лепшукова, Мухаммед Ашубоков, Вести Карачаева, Черкисия. Продолжение следует... Продолжение следует...